Храбрый Робин Гуд, доблестный рыцарь Айвенга, Ричард Львиное Сердце. Эти имена известны как непобедимые воины в мировой истории. Несмотря на то, что рыцарские бои уже давно канули в лету, с каждым годом усиливается интерес к историческим реконструкциям. Любители кольчуг, мечей и доблестных сражений есть и в Славянске-на-Кубани. Словно на машине времени, зрители открытого городского турнира по историческому фехтованию «Ледяной клинок-2017» перенеслись в эпоху Средневековья. Это мероприятие прошло в Славянске-на-Кубани в рамках месячника оборона массовой и военно-патриотической работы «Святое дело Родине служить». Помериться с силами в честном бою собрались бойцы из четырёх клубов исторической реконструкции. «Черномор» из города-курорта Анапы, «Тмутаракань» из Темрюка, «Соратники» и «Легион» из Славянска-на-Кубани. Клуб «Легион» возглавляет Денис Денисов. Он и был организатором турнира. Мы занимаемся исторической реконструкцией 8-12 век раннего Средневековья. Сегодня мы собрали здесь гости из Анапы, Темрюка, из Славянска, чтобы выяснить, кто из нас сильнее. Все зрители, которые пришли сюда сегодня, они могут погрузиться в атмосферу раннего Средневековья, пощупать наши материалы, так скажем, и окунуться в историю. Всех участников турнира объединяет одно – неподдельный интерес к средневековой истории – изучение техники владения оружием, воссоздание исторических традиций, быта и культуры наших предков. В первую очередь, мне интересна история моих предков, потому что мы занимаемся реконструкцией славян 9-14 века. И, собственно, приобщиться к их истории, к их культуре, в первую очередь, как они делали свою одежду, каков был их быт, как они сражались за нашу Родину. Мне это, естественно, интересно, как действительно сыну своей Родины. Состязались участники в трёх номинациях – новички, меч-меч, щит-меч, групповые сходы. Борьба была увлекательной, участники отдавали все силы для победы. В результате захватывающих поединков места распределились следующим образом. Первое место у Анапчан из Клуба исторической реконструкции «Черномор». Второе у славянцев из «Легиона». Третье у темрючан из «Тмутаракани». Надежда Калинина, Георгий Калинин. Программа «События».